Чат GPT. Блогеры больше не нужны, ведь теперь нейросеть пишет сценарий и генерирует сам видеоролик из текста. И данный видеоролик создан при помощи нейросетей, потому что мы сегодня рассматриваем одну из самых удивительных технологий, которая столь стремительно вторгается в нашу жизнь. И нейросети как минимум станут помощниками для видеоблогеров, а как максимум могут полностью заменить видеоблогеров и со временем, когда нейросети научатся генерировать максимально релевантный контент, можно будет просто дать команду «Сгенерируй мне видеоролик о том, как оптимизировать видео на YouTube». Нейросеть возьмется, проанализирует весь массив данных, который доступен в интернете, и создаст видеоролик, дающий максимально релевантный ответ. В своей работе и в демонстрации примеров я использую два типа нейросетей. Первый тип – это текстовый обработчик нейросеть ChatGPT, которая столь популярна и столь востребована сейчас. Она будет писать сценарий для этого видеоролика. А второй тип нейросетей, вторая нейросеть будет генерить видеоряд для данного видеоролика. Причем вторые сети могут полностью по тексту самостоятельно подбирать видеоряд, озвучивать текст, накладывать фоновую музыку и выдавать готовый видеоролик, то есть вообще без участия человека. То есть мы пришли к такому уровню развития технологии, когда действительно, имея только идею и запрос, и понимание потребностей целевой аудитории, можно создать видеоролик, не сняв ни кадра, не написав ни строчки текста. Все за вас сделают нейросети. Поехали! Нейронные сети – это мощные инструменты, которые могут помочь вам в создании качественных и привлекательных видео. Они могут анализировать ваше видео, идентифицировать ключевые моменты и оптимизировать их для лучшего восприятия зрителям. Итак, вначале мы выбираем тему, затем мы просим нейросеть чат GPT написать сценарий на заданную тему, для того, чтобы сеть сгенерировала на основе анализа имеющихся данных некую подборку. Кстати, часто генерит довольно интересно и как минимум сносно и приемлемо. А если мы говорим о каком-то популярном публицистическом контенте, например, «Жизнь звезд» или «Как живет Роналду», нейросеть может написать нам очень и очень много, и мы можем сделать из этого сценарий. Затем мы берем этот текст и загружаем его в другую нейросеть, которая уже будет по написанному тексту генерировать видеоряд. Там есть шаблоны предустановки, есть также ряд разных вариантов использования движков, которые генерируют видеоряд, и многие из них довольно релевантны, по крайней мере, если тема довольно популярна, общеупотребима, и нейросеть может найти большое количество материала по данной теме, потому что нейросеть использует поиск фото и видео незащищенных авторскими правами или же стоковых материалов, которые будут затем использоваться при генерации контента. В зависимости от типа лицензии, от вашей регистрации платной или бесплатной и так далее. Но это вы все уже сможете с вами разобраться. Итого, мы получаем готовый видеоролик. И более того, третий тип нейросетей, например, «Мид Джорни», может генерировать значки для наших видеороликов. Мы опять же задаем параметры, мы описываем, что должно происходить на значке, и задаем параметры качества значка, например, разрешение, соотношение сторон, уровень детализации и проработки. Да, результат может сильно отличаться от наших представлений, но со временем, освоив понимание языка нейросетей, мы можем приходить к тому, что, в общем-то, да, можно получать сносный результат, который будет не хуже, чем значки, которые создаются дизайнерами, и уж точно демонстрировать не меньший CTR. Здесь очень важно освоить семантику. Это своего рода изучение иностранного языка. Ведь когда мы учим какой-то язык, будь то английский или, например, турецкий, мы тоже приноравливаемся к совсем другой манере общения, повествования и другим правилам, которые существуют в рамках этого языка. Также язык общения с нейросетями. И я думаю, что в скором времени будут какие-то курсы, которые будут помогать находить общий язык с нейросетями и понимать принципы, по которым нейросеть выдает наиболее релевантные ответы, как максимально точно и в то же время достаточно кратко задать результат. А ведь нейросеть может генерировать код сайта. Она может не только писать сценарий, но и искать ответы на вопросы, например, как заработать деньги на YouTube. А также нейросеть может подсказать вам, как оптимизировать ваш видеоролик и дать рекомендации на основе аналитики других каких-то поисковых запросов. Да, кто-то может подумать, что нейросеть – это великий аналитик, который даст нам ответ на любой вопрос. Вот, например, каким будет курс доллара в марте 2023 года. Но не стоит обожествлять и идеализировать данный инструмент. Это просто один из инструментов взаимодействия с массивами данных, который проходит обучение, производит некоторую обработку и выдает результат на основе имеющегося материала. Нейросеть не способна к реальному когнитивному анализу. Нейросеть не дает верных результатов. Нейросеть просто обрабатывает массивы данных, проходит обучение. Но это не есть человеческое обучение. Тренировка нейросетей отличается от нашего обучения, когда мы на основе имеющихся данных делаем логически верные, непротиворечивые выводы, которые позволяют нам двигаться дальше и достигать каких-то новых результатов на основании полученных ранее данных. В нейросети это просто перестановка кубиков и подготовка релевантных выборок. То есть это инструмент, но не заменитель именно думающего, мыслящего человека. Другое дело, что на YouTube огромное количество контента, не подразумевающего вообще функцию думать. Там просто какой-то контент ради контента и зачастую способствующий деградации. Вот там нейросети будут рулить. И уже сейчас можно сделать однозначный вывод, что есть все наборы инструментов для того, чтобы генерировать контент полностью без участия человека. Применительно к YouTube есть ряд правок. Такой контент, конечно, не будет становиться нормально на монетизацию. Если вы все отдадите на откуп нейросетям, это будет больше спам-контент, при помощи которого можно набирать просмотры, но зарабатывать на таком контенте эффективно не выйдет. Поэтому если вы всерьез задумываетесь над тем, чтобы делать качественный контент и зарабатывать на YouTube при помощи нейросетей, то ваше участие строго обязательно. Но такие помощники, как нейросети, очень полезны. Более того, Google и Bing планируют уже переориентировать, переписать свой движок на лад работы с нейросетями, чтобы общаться более нативно, чтобы можно было, как в разговоре с другом или знакомым, задать простой понятный вопрос и получить релевантный развернутый ответ. Не общаться поисковыми запросами и выдачей, а вести более прямой, непосредственный диалог, который, что очень важно, поддерживает историю общения. Вот, например, вы спрашиваете что-нибудь там, а сколько котиков можно держать у себя дома? Движок сети анализирует информацию, выдает вам ответы. Потом ты уточняешь свой вопрос, а сколько денег мне нужно в среднем на содержание одного котика? И затем дальнейшие уточнения уже поддерживают беседу. То есть можно будет от модели поисковый запрос, выдача поисковых результатов, перейти к модели поддерживания разговора и именно последовательных ответов на поставленные вопросы с различными уточнениями, ответвлениями разговора, но все в конве и в контексте. Это очень интересно. И мы сейчас, в 2023 году, становимся свидетелями довольно серьезной трансформации поисковых машин и алгоритмов. Нейросети уже достаточно развелись для того, чтобы сделать интерфейсы машинных всех команд более человекоориентированными. Если раньше большинство людей не пользовались специальными функциями поиска, есть же целые огромные наборы команд поиска, чтобы включать, исключать, уточнять результаты. У Google есть даже отдельная справка по этим всем функциям, о которых большинство не знает. Теперь этого всего делать не нужно. Теперь можно именно в диалоге общаться с нейросетью, с поисковым роботом, и он будет максимально понятным для простого обывателя. Образом давать максимально релевантные ответы и поддерживать историю запросов, чтобы понимать, что же человек хочет, и как наиболее точно удовлетворить его ожидания. Поэтому давайте будем использовать те нейросети, которые доступны сейчас. Ссылочки я оставлю в описании. Обращаю внимание, что для регистрации в чат GPT вам потребуется иностранная сим-карта, и заходить нужно через надежный VPN. Не все поддерживаются, здесь будьте внимательны и осторожны, ну, ввиду санкции. Однако, если вы находитесь за рубежом или имеете возможность воспользоваться иностранной сим-картой и надежным VPN, вы можете зарегистрироваться и попробовать пообщаться с этим интересным, увлекательным чат-ботом. Что касается видеосервисов, там несколько проще. Максимум какого-нибудь простенького VPN будет достаточно. Не ждите суперрезультатов, но если вам нужны биролы, вставочки, помощь в монтаже простейшая или помощь в создании какого-то такого наполняющего контента, вы можете довериться нейросетям. Также здесь очень важно понимать, что нейросеть может использовать материалы, которые потенциально могут быть защищены авторским правом. Зависит, конечно, от той сети, которую вы используете. И вся ответственность за создаваемый контент будет лежать в конечном итоге на вас. В комментариях напишите, использовали ли вы какие-то инструменты решения нейросетей для создания контента. И если да, то каким образом, какие сценарии вы видите наиболее эффективными, поделитесь с нашим сообществом. Это очень важная информация. А я думаю, что теперь мы будем регулярно обращаться к нейросетям. И у меня на некоторых проектах уже есть видеоролики, полностью созданные нейросетями в целях эксперимента. Я не пытаюсь подменить понятие того, что нейросеть может генерировать полностью контент. Но это интересный опыт и действительно хороший инструмент, который в некоторых сценариях будет полезен и будет помогать в работе. Такое мое мнение. Спасибо. Продолжаем работать с новым набором инструментов, которые теперь плотно входят в нашу жизнь. И, друзья, не пропустите в понедельник видеоролик, который поможет вашему каналу стать еще лучше, в том числе и без использования нейросетей и набирать больше просмотров. Спасибо. Пока.